здравствуйте друзья недавно сделал гидростат на ардуино и здесь под этим видео вот такая запись появилась фридрик его вот это просит как я могу сделать таймер с экрана и имеют меню где я могу поставить несколько будильников то есть я так понял что иностранец и хуже меня разговаривают на русском языке ну ничего я примерно понял что ему надо и этот сделал вот это таймер двухканал не суточный и этот давайте первоначально посмотрим видео как это работает потом объясню итак друзья на столе видите двухканальный суточный таймер таймер здесь этот как сказать управляется при помощи пяти кнопок твои две кнопки для включения включения каждого канала вот вот этот первый канал а выключил здесь показывает канал а выключена нажали включен а здесь показывает когда включаем показывает время когда должен срабатывать когда срабатывает сигнал на выходе держится держится течение одной минуты здесь показывает текущее время а здесь управляется это все при помощи трех кнопок это первая кнопка служит для установки времени вот это время текущего времени установки и плюс еще этот во время настройки при кратковременной нажатии меняется часы и минуты чтобы можно было настой давайте часы устанавливать сейчас 10 часов 8 минут давайте обнуляем его сейчас кнопку держим и в течение пяти секунд держим когда в течение пяти секунд держим здесь обнуляется и можно устанавливать вот при помощи этих двух кнопок одна кнопка вверх а второй вниз как бы нажимаем вот допустим эту кнопку вот часы там сколько билых их уже 10 часов 9 минут сейчас 10 часов то есть каждый нажатый по одной увеличивается а вот здесь увеличивается а здесь уменьшается 10 часов теперь минуты вот эту кнопку кратковременно нажимаем вот теперь минуты будем устанавливать вот там сколько 10 10 10 так 10 часов 10 минут опять нажимаем и пяти печенье пяти секунд держим так вот часы установил вот часы установились давайте теперь канал а установим канал а вот эту кнопку вот эту кнопку нажимаем и держим так печь стов 10 часов 12 минут устанавливаем 10 10 часов 12 давайте побольше сделаем чтобы 13 и 14 пускай до 14 опять держим и все 10 часов 14 минут установили давайте канал б 10 часов 15 минут установим вот опять кнопку нажимаем 3 кнопку держим 10 часов 14 15 установили кнопку держим 10 часов 15 минут не обратите внимание когда начинаем вот это сохранить здесь число может на одну единицу больше меньше но когда мы нажимаем что было то сохраняет теперь особенности вот этой вот этого здесь предусмотрено сохранение данный на энергонезависимый память то есть если кратковременно даже не кратко время несколько часов свет выключили вот посмотрите канал а включен давайте канал б выключим чтобы больно вот канала включена канал б выключена сейчас свет отключается сейчас какое-то время опять свет дали так видите все данные сохранились канал а включена канал б выключена и это время 10 часов 14 минут должен включиться давайте канал б тоже включим так еще такой иногда вот эта кнопка включения включение надо будет два раза назад чтобы включиться выключиться это когда как зависит когда сохраняем данные так сейчас 10 часов 13 минут 10 часов 14 минут должен включаться канал а потом через минуту вот этот сигнал держится выключится включится вот это сейчас посмотрим как это будет работать то есть это как бы получается как законченное изделие можно использоваться на производство на производстве часто бывает необходимость там допустим что какое-то время что-то включился потом выключился вот можно это использовать там вот 10 часов 14 минут включался канал а через минуту вот это канал а выключится и включится канал б так вот здесь самая главная вот в этой изделии то что как бы он сохраняет данные нега независимой памяти а то на производство часто бывает там свет выключится на секунду или мгновенно там выключится включится и этот момент он как бы на память сохраняет то что было при включении все работает как будто ничего и не было так сейчас подождем вот через ну через несколько секунд вот это выключится включится канал b так сделан на модуле часы реального времени тс-32 10 вот здесь стоит тс-32 10 можно было конечно сделать чтобы по сутками там суточный таймер ставить но задача была вот это именно на суточный а там можно было и неделю чтобы и определенные дни недели выключать это же посложнее будет мощь на будущем может придумаю вот такую но сейчас по просьбе одного использователя вот я это сделал да а теперь через этот вот это переменился вот светодиод и выключился уже 16 минут и выключится второй канал тоже вот все здесь остальные на компьютере я объясню как это все работает теперь давайте схема вот этого как это так по схеме вот ардуино у но lcd дисплей часы реального времени ds-32 31 здесь 5 кнопок вот подключение вот все как есть так 4 светодиода здесь это не указал сопротивление резистор но они не критичны можно от 200 до 500 ом поставить но я забил тут на сыну так то 500 ом можно от 200 поставить и так давать и вот это немножко вот как это работает и кнопка как работает я там сказал но не очень так вот эта первая кнопка служит для установки часов его нажимаем и держим две с половиной секунд я там немножко неправильно говорили сказать что пять секунд по моему так сказал но здесь не так и две с половиной секунд держим первая кнопка и этот час и сбрасывается что там было и начинает мигать вот вверх и вверх и часами да мигать и внизу появляется вот это для установки устанавливаем при помощи вот это второй третий кнопки одна кнопка нажимаем вторая по моему он наверх вот это ну там кратковременным нажатием там это число увеличиваем а это кратковременным нажатием число уменьшаем и здесь это вот это это момент служит для переключение минуты часы допустим если на минутах стоит там минуту установили потом кратковременно нажимаем и часы часы устанавливаем после установки вот какой нам надо опять кнопку вот эту первую кнопку нажимаем держим в течение две с половиной секунд это все сохраняется и и это там на дс-32-31 устанавливается вот время который мы здесь установили это часы реального время на не время нет реально работают так а для установки вот это срабатывание канала а вот это служит второй вторая кнопка вот опять кнопку 2 нажимаем и это течение две с половиной секунд держим переключается режим вот это установки и точно так же как вот это часы устанавливая с таким же образом вот установили допустим необходимое время опять две с половиной секунды держим и этот это все за сохраняется и также и третья кнопка уже для канала b и служит как бы точно так же работают так как а вот этот кнопки 445 это включаем или выключаем вот это нужный канал нам кнопка 4 включает канал 9 кнопка 5 канал б здесь светодиоды нажали допустим канала а включилис в этот яд включается зеленый загорается канала включена потом вот это часы вот это сколько установлен и время на канала я через вот это время включается красный светодиод, и на выходе вот это А, это уже можно подключить к устройству, которое надо управлять, как бы, вот выход устройства. И также и канал Б, это все сохраняется, энергонезависимый памятник, вспоминает вот это, какой канал включен, на который выключен, а и все установки, то есть это, его выключили, через несколько дней включили, и все равно вот это, в каком положении выключили, вот так и будет это, это все сохраняется в памяти. Так, ну это периодически, если канал, допустим, включили, он периодически, каждый день, одно и то же время, вот который установили, там этот будет включаться, и в течение, вот, одной минуты будет сигнал держать на выходе. Вот таким образом это работает. Давайте VFL-прок немножко там покажу, как это делаться. Так, это все, и схема эта, и скетч, будет сохраняется, будет у меня на сайте arduino.prom.ru, оттуда можете скачать, сейчас ссылка будет под видео, кому интересно. И этот, лучше его, этот, устанавливать при помощи VFL-прок, можно и там, ну здесь VFL-прок все необходимые библиотеки, как бы есть, поэтому и лучше вот через VFL-прок его устанавливать. Так, давайте посмотреть, вот входы здесь, вот, вот входы, которые, вот, какие, которые, какими пинам подключены, и здесь, что делают, оно там, в комментариях, так кратко написал, так, выходы, вот эти 4 выхода, 4 светодиоды, вот, какой, какой, для чего служит, и переменник, который я использую, использовал, здесь переменник все, какие используются, так, я досконально не буду объяснить, вот это, как это все работает, ну так, в общих чертах, так, вот, вот, на первой плате часы реального времени, вот эти часы, часы реального времени, здесь, вот, на верхнем, при установке, установке, вот это включается, дисплей показывает, а это постоянно, вот, на верху, который показывает часы, это показывает, здесь, еще, вот, установка, да, вот это час для установки, вот, минуты и часы, да, что-то, опять перестал, так, это, там, это, здесь дисплей, для канала А, для канала А, вот, что там показывает, вот дисплей, здесь, для канала А, здесь, вот это, читает с, энерго, энерго, независимую память, данные, вот, сохраненные, я все читаю, считаю и показываю на дисплей, так, и каждый раз надо, так, делать, так, это канал А, здесь канал Б, вот, на третьей плате, не буду открывать, на четвертой плате, вот это, данные, вот, как сохраняется на энерго независимую память, вот, как сохраняется, вот это, здесь, вот здесь, это момент включения, включения, выключения, вот это, канала, вот это сохраняется, на этом части уже, что ты будешь делать, а здесь это уже, а здесь сохраняет вот энергонезависимые памятники, уже сохраняет данные для каналов, там установленное время, опять сворачиваем, опять разворачиваем, чтобы что-то так а здесь установка времени, реального времени, вот как устанавливать вот эту часть, устанавливаем реальное время, вот таким образом все это работает, таким образом все это работает, таким образом все это работает, это уже как бы законченное изделие получается, несколько лет назад я работал на одном производстве, то есть дежурным электриком работал, и при ночном смене надо было вот обслуживать где-то 70 гидравлических прессов и 35 термопластов, это в одной смене, вот сколько, ну правда из них этот 30 процентов работал, остальные резервы было, но внушительное количество, вот это количество оборудования надо было ночью включать, допустим для подготовки, вот первой смене, чтобы люди вышли работать, вот эти гидравлические пресса, ночью 4 часа, вот этот все надо было включать, обогрев и термопласт-аппараты где-то, термопласт-автоматы где-то пол седьмого, надо было включать 35 штук, вот это приходило с ручной все включить, если тогда вот это было бы, можно прям все подключить и ночью все обогревы включились автоматически и выключились когда надо, вот так это, я думаю, уже хорошая вещь, можно производстве где-то использовать, вот все о чем я хотел вам сказать, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, до свидания